Я хотела поблагодарить всех участников этой сессии и хотелось бы сказать о том, что действительно мы задумали эту сессию на стой цели, чтобы ее немножко так вот показать и о ней поговорить. И это первое. А второе, что хотелось бы сказать, что на самом деле мы встречаемся сейчас с очень серьезной проблемой и понимаем все, что гистологическая лаборатория в определенных центрах, национальных центрах, она действительно работает очень здорово. И мы советуемся обязательно со всеми специалистами. То есть речь идет о том, что верифицированный процесс в оклоушной сельной железе или в железе, подчелюстной сельной железе, мы получаем материал, и это доброкачественная опухоль. А впоследствии мы наблюдаем метастазирование в легких. При выполнении торокоскопического доступа и выполнении удаления опухоли метастатического поражения легких, выполнение биопсии, сравнение с лечением этих гистопрепаратов, причем производим с лечением этих гистопрепаратов обязательно не только в нашем учреждении, но и в других учреждениях, национальных центрах нашей страны. Есть пациенты, которые возят эти препараты и за границу в другие центры, которые также имеют большой опыт работы лечения пациентов со слюными железами. Но мы заметили, что у нас сейчас на сегодняшний день есть три пациента, два пациента из них погибли. Погибли и подтвержденные, что это метастазы, плеоморфные аденомы. И действительно, один из пациентов у нас погиб от метастазирования в головной мозг. Это все подтверждено, и подтверждено не только нами, потому что у нас возник вопрос, может быть, все-таки есть какая-то ошибка именно в морфологии. На самом деле, это очень серьезная проблема, и мы сталкиваемся с этим. В настоящий момент у нас находится под наблюдением, только выписана пациентка с метастатическим поражением лимфатических узлов шеи, именно плеоморфные аденомы. И с учетом того, что имеется множественное поражение лимфатических узлов, у нас возникает вопрос о том, что правильно ли мы считаем, что она доброкачественная. Она, конечно, не доброкачественная, у нее часть пациентов, мы видим, что они метастазируют. Но вот хотелось бы именно рассказать о том, чтобы мы уделяли это большое внимание, и что это очень действительно серьезная, очень важная проблема. Я хочу поблагодарить всех за то, что приняли такое активное участие в этой действительно очень интересной сессии, на мой взгляд. Спасибо всем большое. Спасибо большое. Я хочу просто добавить к словам Замири Ахмедовны. У меня был вопрос к Анне Сергеевне, как раз вот такой вопрос именно плеоморфа аденомы. Но, думаю, она ушла, ее нету. Если другие морфологи или гистопатологи здесь есть, они могут, может, помогут. Вы читаете, как морфологи, допустим, вот это именно переобразование плеоморфа аденомы в злокачественное. Это ошибка хирургов при операции или это на самом деле ошибка гистопатологов при изучении? Что-то, как бы, здесь какая-то вот это как яма или что-то есть между вот этим? Я думаю, это судьба пациента такая плохая. Она судьба. Потому что, наверное, у каждого есть такие случаи. У меня тоже был такой случай. Молодая девушка и постоянный рецидив плеоморфа аденомы мы удаляем. Морфологи говорят, нет, это плеоморфа аденомы. И в итоге, когда уже у больной были диагностированы внутрикожные метастазы, только тогда они сказали, ну, возможно, что-то произошло. Возможно, продолжат трансформации. Но часто на самом деле диагноз ставится по клиническим данным о том, что произошло изменение в биологии опухоли. А возможно ли такое, допустим, как гистопатолог, извините, вот просто вот такой. Возможно, что, то есть сначала, как опухол было, вот такой, как это элемент из локачественности били. Но вы, как морфологи, гистопатологи, вы не могли заметить такое. То есть сначала все плеоморфы, у них есть какие-то элементы из локачественности, но не замечайте. А через какой-то перевер, потому что мы как хирург, что мы видим? Вы видели? Капсула, мы все чистили, все убрали. Дальше что? Это, то есть, в чем заключается? Естественно, хирург, когда у него проблемы возникают, он пытается найти, кто же виноват. Да, да. Я не гистопатолог, я цитопатолог. И я хотела сказать, что вообще сейчас часто выбором становится диагностическим именно fine needle aspiration и, соответственно, цитологическое заключение. И мы сейчас приехали с европейского форума, где тоже активно обсуждался вопрос о классификационных системах, о классификации, как нам выдавать свое заключение, стандартизировать свое заключение цитологическое. Потому что, если честно, это большая проблема, вот эта описательная цитограмма, которая, в принципе, не несет никакой... Вот. И по типу Би-теста. Ура. Есть миланская система, сейчас есть миланская система для классификации пухолей слюной железы. И я призваю всех призвать своих цитологов стандартизировать свои заключения, пользоваться миланской системой для стандартизации своих заключений, чтобы мы говорили все на одном языке, чтобы не было вот того, о чем мы сейчас говорим, да, каких-то цитологических, фантастических заключений, которые по цитологии неклассифицируемы, и невозможно верифицировать эти образования, и какие-то фантастические заключения. Чтобы их не было, мы можем все говорить с вами на одном языке. все цитологи, цитопатологи могут говорить нам в одном языке. У нас есть сейчас миланская система, и можем по ней формировать свое заключение. Спасибо. Передайте за вами, доктор. Какая дискуссия. Спасибо. Нет, но это не дискуссия, действительно, потому что тема, которая затронута опухоли слюнных желез, я, в общем-то, 40 лет работаю, потому что у меня только на моем счету более тысячи образований удаленных, и действительно встречались уникальные вещи гистологические. Пцилиндрома может быть надулярной, незначительной инвазии или вообще без инвазии. То, что я первым докладчику задал опросы у нас были, когда он видит цилиндрому, он пишет почти в каждой племорной аденомии, он видел цистанинокарциному. Была пациентка, у которой по типу, вот, я не знаю, атрофического рубца. То есть не рост опухоли, а прямо слюнная железа западала, рубцевание шло. Это тоже было пересматривали, причем эти снимки, стекла я обычно могу себе позволить. И главный патолог на этом городе, профессор Рыбакова, который, в общем-то, ведущий специалист по пухолемструйных железу, это первый медицинский кафедра челюстно-лицевой хирургии, курируется. Действительно, патология очень сложная. И если вот цитологи найдут общий язык и будут одинаково описать на картину, это будет страшно. Действительно, давайте вернемся, что такое БТ-104. Это какое-то легкое подозрение на какую-то опухоль. Это что не БТ-105. И по этому заключению сейчас стереоэдектомии делают. По-легкому. Значит, нам тогда тоже, поэтому вот действительно подход. Резекция слюнных желез не инуклеация. Ну, а насчет переневральной инвазии, то есть это сложный процесс. Просто не надо путать инфильтрацию вдоль нервных пучков, когда действительно мы видим инфильтрацию. А переневральные инвазии, даже при раке языка, или они предлагают, если мы видим этот признак, до узла облучать. То есть клинических проявлений нет. Есть только инвазия до самого узла. Поэтому спасибо. Тема была интересна сегодня. Если она будет продолжена в дальнейшем. Такой момент, спасибо. Такой момент. Я недавно оперировал пациента с опухолем за глазные яблоки. Вот такой маленький опухол, вот такой. Мы сделали китая. Все похоже на кисту. То есть киста так выглядит, но и рядом вот этот слезный гланд. То есть сказать, именно внутри слез не было. Но мы оперировали, убрали гланд с этим, потому что было как бы как-то что-то с капсулом, мне не нравилось. Вместе я все убрал. Отправили, мне приходят, говорят, пелиморфа денема. Я удивился очень. Пелиморфа денема и там, и не знаю. И до сих пор я не совсем. Вот когда вы говорите, что это возможно, это вот такое, у меня сразу появляется, что с этим пациентом. Видимо, будущее покажет, что было на самом деле. Да, Елена Николаевна, пожалуйста. Логическая больница, город Москва, Новожилово. Елена Николаевна, я хочу сказать вот несколько моментов. Во-первых, цитолог редко ведь, когда дает заключение о форме рака, в лучшем случае скажет рак, не рак, и на том спасибо большое. То есть, это уже как бы руководство к действию. Второй момент, хочу отметить то, что не отмечено в опухолях сейчас очень вот этих ацинарно-клеточных важно отметить, когда морфолог ищет рецепторы эстрогенов и прогестерона. То есть, при генерализации или при рецидивах этих опухолей есть реальный шанс пациенту помочь. То есть, у нас вот, например, в клинике могу привести два примера, мужчина и женщина, очень яркие и разные. У женщины была прогрессирующая опухоль, несколько рецидивов, паротидектомия, внутрикожное метастазирование, жуткое по верхней части туловища. Назначили ингибиторы ароматазы и как по волшебной палочке, просто раз, и все это резорбировалось. Мужчина с огромной неоперабельной опухоли околоушной железы пытались какие-то ключевые найти, так сказать, маркеры с высоченным уровнем андрогенов назначили пати офф-лейбл, написали по месту жительства, он не москвич был, максимальную андрогеновую блокаду, так как назначают урологи. И тоже с выраженим эффектом это лечение прошло, биколютамид он получал и золодекс раз в месяц. Вот с такими примерами хочу поделиться. Присутствует наш морфолог Нина Викторовна, швед, и она, наверное, тоже хочет прокомментировать, она очень занимается этой проблемой. Да, потом Али Мурадович хотел еще два слова сказать. Нет, я видел прекрасно, просто много желающих. Да, здравствуйте, 62-й археологическая больница, патолого-анатомическое отделение. Плотно занимаемся с отделением опухоли головы и шеи, находим клинику морфологические как бы консенсусы. И вот именно как бы мультидисциплинарный подход, плотное общение клиницистов, вот когда нам предъявляют, что вы, какие-то вопросы, мы конкретно даем на них ответы. Патологическая анатомия очень интересна тем, что мы не можем спекулировать и какие-то давать четкие прогностические критерии, потому что у нас есть статичная картина, у нас есть несколько так сказать фрагментов из опухоли, но в нашем случае, в нашем отделении мы материал забираем полностью, маркируем гистологической краской четко всегда край, и четко абсолютно даем ответ клиницистам именно фактами. Есть инвазия в окружающую жировую клетчатку или нет инвазии? R1 или R0? Экстраганное распространение имеется или не имеется? Потому что если следовать всем этапам вырезки операционного материала, делать все достаточно по инструкции, то вопрос у хирургов больше не остается к нам. Мы занимаемся только типом опухолей, и опухоли слюны желез, они действительно многокомпонентны, и каждый из этих компонентов он дает свой тип роста злокачественной опухоли. Что касается плеаморфной аденомы, очень хорошо, что у нас есть такая небольшая лазейка, это как карцинома в плеаморфной аденоме, которая в принципе может быть объясняет ваши, ну как бы дает ответы на ваши вопросы. Какой-то из рецидивных узлов, а рецидивным главным образом связан с R1 положительным краем, то есть или когда опухоль претерпевает трансформацию только из-за того, что, как уже здесь говорилось, пациенты долго терпят и как бы не идут на радикальное лечение опухоли и между размером уже плеаморфной аденомы и процентом, когда она становится малигнизированной, коллиникационные связи они установлены. То есть у нас есть как бы факторы, которые могут указывать, что да, у этого пациента скорее всего после даже комбинированной терапии, когда это лечебная терапия и плюс операция рецидив будет и он уже будет карциномой. В метастазы плеаморфной аденомы я не верю, я не знаю. Скорее всего это уже какой-то компонент, он может быть протоковый компонент. У нас такой случай был и как бы андрогены и рецепторы ХЕРМ делаем у многих и химии помогаем этим пациентам потом справиться. Скорее всего, ну я не верю в метастазирование аденом. Спасибо большое. Алим Рос, да. Да, да, да. Много того, что я хотел сказать, вот прояснилось после того, как коллега выступил, я хотел просто поаплодировать вашим словам умница просто. Действительно это проблема, то, что мы обсуждаем, это проблема морфологическая, никакая не хирургическая и никакая не клиническая. У меня такое ощущение, что вот чем больше с патоморфологами и сцитологами общаются, у меня такое ощущение, что в нашей стране они просто не встречаются друг с другом никогда и не разговаривают. Просьба, договоритесь друг с другом и чтобы мы вот как потребители этих заключений не страдали больше никогда. И еще что-то хотел сказать по поводу, Елена Николаевна тоже хорошие говорила слова по поводу определения статуса рецепторного. Действительно, это уже рутина во многих клиниках с рублями. Нам нужно просто к этому прийти и делать это и все. И чтобы вот такие случаи они не были. Хотела спросить, используется ли препарат энтрактинип вот в Италии. Это кинезный ингибитор, который выявляет рецептор и НТК, НТРК, да, рецептор и специальность синтезирован препарат энтрактинип. Знаете, используете? Потому что мы такого опыта не имеем, но вот от иностранных коллег я не раз слышала об этом. По поводу Ирака я не могу ответить, поскольку я далеко от всяких вот этого. Я только чисто хирургии занимаюсь. Такие вопросы у нас онкологии, патологии, они между собой договорятся, поэтому только мне ответить. Я не могу сказать, что они используют или нет. препарат. Нет, мы никогда не использовали подобный препарат. Это просто вот комментарии по этой теме. Я полагаю, что мы одну тему пропустили, это введение злокачественных опухолей. Я полагаю, что это в общем-то хорошая идея для следующего форума. но мои комплименты, потому что качество ваших обсуждений действительно впечатляет. Спасибо. То, что касается злокачественных опухолей, в общем и целом мы говорим об опухолях слезных желез, ой, слюнных желез, простите, и мы говорим о том, что происходит непосредственно в этих случаях. Большинство презентаций, которые были представлены, помимо моей собственной, потому что она была о доброкачественных также, остальные все говорили о том, что происходит в слюнных железах, и о том, что нам нужно больше и больше обрети консенсуса по поводу полиморфной аденомы. И на самом деле мы, как хирурги, мы ведем себя по отношению к ним как к доброкачественным опухолям, но там есть некое злокачествление, поэтому что мы можем делать? Возможно, это ошибка наша, как врачей, но мне кажется, что на данный момент это изначально был неправильный диагноз на гистопатологии, поэтому что-то у нас отсутствует в этой зоне, есть некая серая зона. было очень интересно посмотреть на малигнизацию и поговорить об этом. На самом деле мои патологи, они делают очень много срезов, два в неделю приблизительно из опухоли слюзных желез, и наши гистопатологи, как правило, описывают капсулу и поведение капсулы полиморфной анденомы. И, как правило, они также описывают отсутствие капсулы и распространение опухоли, но они ее не рассматривают при этом как злокачественную. Возможно, мы должны поменять классификацию прежде всего, потому что по этой причине, именно по этой причине инуклеацию я никогда не делала или лампактамию, потому что, во-первых, капсула такая тонкая, что то, что мы видим, вот эти множественные рецидивы, они происходят из-за того, что капсулу разрывают хирурги, открывают капсулу и все распространяется, как будто бы в пациента буквально выстрелили огромным количеством пуль одновременно. И мне кажется, что эти опухоли и, как правило, патологи абсолютно правы в своих отчетах «пожалуйста, ведите пациента», то есть, это означает, что патологи пишут все правильно, они также описывают клеточную структуру, уровень репликации, да, мы сегодня знаем, что эти пациенты, они приходят в онкологические центры и приходят, и мы обычно пять лет с вами ведем пациентов с плоскоклеточным раком, и потому что эти пациенты, они живут дольше, и мы должны действительно за ними хорошо наблюдать. Мне очень понравилось эта секция. Подошла к концу. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok